Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена, на втором канале Вивьена, эзотерика и жизнь. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы колокольчик был у вас черный, с полосочками, чтобы вам приходили уведомления. Подписывайтесь на первый канал Ведунья Вивьена и тоже проверяйте свои подписки и колокольчик, чтобы был темный и к вам приходили уведомления, потому что YouTube сбрасывает колокольчики. Я улыбаюсь вам, я улыбаюсь миру, я всегда рада снимать для вас видео. На канале общие расклады, онлайн-чистки, онлайн-медитации, просто ритуалы, которые пригодятся в вашей жизни. Но еще раз говорю, если вы по роду не, ну скажем такое слово, не ведунья, не экстрасенс, не маг, это родовые такие качества, они передаются по ДНК. Если вы вообще не практик, то не надо просто так, я уже на одном канале говорила, не надо просто так соваться в магию. Последствия будут необратимы, откаты и обратки будут ужасные. Потому что в интернете очень много информации, а вы смотрите интернет. Вы не покупаете книги великих мастеров, а они есть в магазинах. Да, они не дешевые. У меня дома вот здесь не все, а там дома у меня огромный шкаф различной литературы по эзотерике. Различной. Потому что у меня уже больше 22 лет практики, больше, чем 22 года. Первый раз я вообще пробовала, когда была ребенком. Я знала, что некоторые события произойдут. Я видела что-то, я не понимала, я говорила все подряд, как барабашка. Потом я стала опасаться, когда уже поступила в университет, очень многие вещи знала. Вот иду, у меня нет тетрадки. Я знала, что мне нужна тетрадка синего цвета. Я такую хочу. Я знала, что если я сейчас зайду в Союз Печать, в эту Союз Печать, и там будет такая тетрадка синего цвета. И действительно такая была. И разные мелкие вещи происходили. И другим я предсказывала, что сдадут они экзамен, не сдадут они экзамен, можно ли там идти гулять, еще что-то. Разные вещи. Но я просто тогда этого не очень понимала. А так породы у нас, да, такие женщины. И женщины у нас породы такие, и мужчины у нас есть колдуны по отцовской линии, а по женской линии, по материнской линии у нас женщины силы. Поэтому просто так не надо туда соваться. Для этого есть профессионалы. Я всегда привожу пример. Если у вашей соседки болит внизу, и ей надо вырезать матку, вы будете ей разрезать кухонным ножом матку, вы ее убьете, зарежете. Нет. Потому что вы не закончили медицинский университет. Вы не будете. То есть это сделать должен только специалист. И сначала специалист анализы делает, различные МРТ, анализы и крови, и всего. И только после этого назначается, нужна операция или нет. И только специалист, хирург, который закончил медицинское учреждение, у которого есть практика, делает уже такую операцию. Вот точно так же во всем. Во всем нужен профессионализм. Во всем нужна практика. Даже сапожник не сразу становится суперсапожником. Сначала у него и тапочки не получается сшить. А потом он шьет замечательные красные, великолепные черевички. Сегодня у нас будет такой расклад на будущее. Давно мы с вами как-то не смотрели. Что хотят вам сказать высшие силы? Время можете загадывать сами. Давайте вот я буду как бы раскладывать на ближайший месяц. Вы можете загадывать сами. Но карты более трех лет обычно не говорят. Очень редко. Ясновидение, да, предсказывает и дальше события. Но судьбу мы всегда строим сами. Мы можем переделать. Вот это нам дали высшие силы и Бог. Мы имеем право выбора своей пути и дороги. А пути и дорог нам высшие силы Бог. Вы можете по-разному это называть. Это не так важно. Семь, семь путей, семь дорог. И мы можем перескакивать то с одной дороги, то с другой. А некоторые, как бульдозер, по одной дороге пошли и так в небытие и закончили свое существование. Жизнь дана для того, чтобы радоваться, чтобы идти вперед. Она дана не на страдания. И отношения между мужчиной и женщиной тоже даны не на страдания, а на радость. Если в отношениях слезы, нервы, манипуляции, все, заканчивайте их сразу. Не будет уже ничего хорошего. Никогда. Если мужчина вам изменял, предал, вернулся, как он изменял, так и будет. Просто он это будет делать хитрее. Потому что мужчины не любят менять свой комфорт, базу какую-то свою. Они не любят этого делать. Поэтому ему спокойнее, например, вернуться к бывшей, потому что он ее знает, как облупленную, чем с новой начинать сначала. В 20 лет можно начинать сначала, но когда мужчине уже за 30-40, он не хочет бросать все нажитое и просто так все бросить и уйти. Не хочет. Правильно делает. Он же тоже участвовал в этом самом местном, нашестом, имуществе и всем прочем. А потом он уже знает, как облупленную свою там женщину, с которой прожил там 10, 12, 20, 40 лет. А некоторые уходят, прожив 40 лет мужчины, открывают дверь и просто уходят, потому что уйти они хотели раньше. Только не могли. По каким-то обстоятельствам. Кто-то из-за детей, что их надо было поднять. Кому-то даже нужно было поднять начало внуков или еще из-за чего-то. Из-за работы, из-за того, что статус нужен был человек, если занимал какое-то место. Разные причины. А потом, прожив столько лет, человек открывает дверь и говорит, больше никогда не вернусь, я должен был это сделать раньше. Женщины тянут отношения. Они даже не видят, что их партнер изменяется, что у него другие мысли, или что он думает, просто он работает, я работаю, карпим чего-то там это, покупаем машины, покупаем булочки с маслом и с икрой. И не видят. Женщины вот не видят. Они забытым, не видят эмоциональности, чувства партнера. Девочки, вглядывайтесь, потому что потерять всегда очень быстро и незаметно. А потом будете говорить, и вы увели по магии, да не по магии. Они уходят, я каждый раз вам говорю, уходят от нас. Мы им стали неинтересны. И есть семь факторов, когда мужчине мы становимся неинтересны. Как-нибудь я про эти факторы вам расскажу. А сегодня мы посмотрим будущее. На разных картах мы посмотрим, я посмотрю, какая вы. Потому что расклад могут смотреть и мужчины, и женщины. Просто я посмотрю характеристику человека. То есть это может быть и мужчина, и женщина, характеристика человека, который смотрит. Если вам эта характеристика к вам подходит, то смотрите расклад дальше. Время вы можете назначать свое. Можете в следующий месяц, можете в течение полугода. Потому что события мы можем приближать и отдалять. А можем их заменить. И времена сейчас такие. Новое время. Людей, кто находится на первой чакре, будут убирать. Кого-то вакциной. Кого-то еще чем-то. Кто-то уйдет от болезней. Кто-то уйдет от каких-то катастроф. Но людей на земле будут убирать. Вселенная Великая переводит землю, планету, земля в пятое измерение. В измерение первого света. А в свете могут жить только люди, которые могут принимать свет. И чакры изменятся. Сейчас мы считаем семь. А в итоге их будет десять. Хотя там есть меридианы. Все еще я в это не буду вам вдаваться. Поэтому времена меняются. А вы остаетесь на том же уровне. Я читаю ваши комментарии. И мне обидно, что я вам говорю, вы не слышите. Очень мало кто слышит. И отношения между мужчиной и женщиной будут действительно только на уровне гармонии. Потому что уровень люди света не смогут ненавидеть. Новые дети, рожденные вот сейчас в 20-м году. До 20-го года. Вот после 2000-х. Это многие дети индиго. И вот эти новые дети, вот новые дети, они не умеют мстить и злиться. Они излучают добро. Всех людей, которые не научатся радоваться жизни, их будут убирать. И я вот колоду просто... Видите, какая карта вышла. Подумать надо 33 раза. И начнем расклад. Сейчас мы начнем сначала с того, кто перед нами. То есть это может быть и мужчина, и женщина. Каждый интерпретирует под себя. Потому что расклад могут посмотреть и мужчины, и женщины. К чему готовят вас высшие силы, что ожидать, что хотят вам сказать. И высшие силы, и духи. Мы посмотрим просто, какой человек перед нами. То есть мужчина, и женщина просто характеристику. Подходит характеристика, значит смотрим дальше. Так, сейчас я поближе подвину. Вот кто вы там, женщина, мужчина, просто говорю, буду говорить человек, который смотрит расклад. Люди, человек это высокое слово. И это звучит гордо. Кто смотрит расклад, человек, который любит свою базу, свой дом, свою семью, свои уставы. Человек, который смотрит этот расклад, умеет отрезать вот какие-то негативы, плохие эмоции. Да, они к нему приходят, но он умеет с ними бороться. Вот вы такая, или он такой, мужчина, который смотрит. Кто смотрит сейчас этот расклад? В недавнем прошлом, или вот недавно, и вообще в прошлом, произошло очень серьезное событие. У некоторых действительно смерть близкого человека. А у некоторых, что вот жизнь как будто отняла все. Это может быть и любовные отношения, это может быть и профессии, и карьера, и бизнес. У кого-то действительно может выйти потеря какого-то близкого человека. Но вы вот через это как бы проходите, чтобы осознать. И вы уже страдали, мучились и сказали, все, я ставлю точку, якорь. Человек, вы тот человек, вы женщина или мужчина, который смотрит расклад. Вы тот человек, который умеет действительно противостоять всяким невзгодам. Какая-то внутренняя, внутренний стержень такой у вас есть. Если подходит, смотрим дальше, какой вы человек. Но тут выпал мужчина. Потому что я смотрю, если женщина, то какая-то трагедия, может быть, произошла в отношениях с мужчиной. Если смотрят мужчины, то мужчины у вас такое, что вы... У вас что-то произошло тоже внутри вас. Возможно, какие-то конфликты, возможно, что-то на почве, именно сексуальной почве, интимной почве. То есть вы где-то потеряли, может быть, свой вот... Я царь зверей. Если смотрят женщины, то могу сказать, что вы по-другому стали оценивать вообще мужчин. Вы стали сильнее. Вы стали... Вы знаете, вы стали медведицей. Вы стали женщиной, которая может, умеет. Да, здесь, конечно, были какие-то очень серьёзные переживания. Это прямо вот как недавнее что-то. И вы ещё стоите перед выбором, но у вас уже открываются дороги. Вам тяжело, ещё мысли возвращаются. Как-то вот о прошлом задумываетесь, иногда терзаетесь. Но вы уже знаете, что вот она дорога, вот вам открыты пути, вот ваша жизнь. Если вам подходит описание, то, пожалуйста, дальше. Кому нужны личные расклады, кому нужны предсказания, кому нужны чистки, пожалуйста, все мои контактные данные под видео на экране. Под видео на экране вы видите. И также в закреплённом комментарии. Пожалуйста, пишите буквами. Вайбер или ватсап. Не звоните, пожалуйста. Так, это мы с вами посмотрели. И теперь мы будем раскладывать. Не хочу. Так вот так начну. С чего мы начали? С этого начнём. К чему вас готовят? Что ожидать? Высшие силы. Что вам хотят сказать духи? Что, ох, выпала женщина. Кто женщина, выпала женщина. Если мужчина, то у вас идёт новая женщина или женщина какая-то на пороге. Так, что вам готовят высшие силы? Будем смотреть. А вам готовят любовь. Прям первая карта вышла. Эта карта вообще о любви всегда говорит. Что вам готовят высшие силы? Пару вам готовят высшие силы. Пара – это может быть, конечно, и любовь. Это могут быть и коллега по работе, с которым вы вместе будете, например, бизнес делать, ещё что-то. То есть здесь идёт пара. Здесь идёт пара. Если вы ждёте любовь, то да. И здесь будет встреча с человеком. Вот больше у меня здесь идёт всё-таки делового характера. Но у некоторых проиграется и в личном. Что именно будет какое-то соглашение, договор заключён. И этот человек будет очень близок к вам. У кого-то интимно, у кого-то как деловой товарищ. Именно взаимопонимание. Что вам готовят высшие силы? Вот будем. Высшие силы хотят, говорят вам. Вот кто смотрит женщину. Вот я смотрела. И у женщины мужчины. Идёт личная сфера. И он говорит, посмотрите в хрустальный шар. Что готовят высшие силы? Здесь высшие силы вам готовят у многих. Готовят встречу с человеком. Для женщин это мужчина. Мужчина, который знает, как начинать сначала. Как идти по дороге жизни. И мужчина, который верит в предсказания, в магию. Он может быть сам не будет сознаваться. Но он в это верит. Потому что он иногда сам может как-то вот что-то предвидеть. Или иногда может обратиться к кому-то за советом. Что вам готовят высшие силы? Тут идёт встреча. Тут идёт новый мужчина. Возможно, он на данный период уже у вас появился. Это может быть и личная сфера, и отношения деловые. Но здесь идёт люди близкие по духу, по мыслям. Если это бизнес, то это действительно человек приходит для того, чтобы что-то начать. Сначала продумать всё. Разработать, а потом начать всё посоветоваться. Если это любовь, то человек тоже знает, какая ему нужна женщина. Для чего ему нужна эта женщина. Потому что ему нужна не просто секс-партнёрша. Ему нужна, да, женщина-красавица. У любого мужчины разные типы красоты. Кому-то нравятся маленькие, кому-то толстенькие, кому-то огромные под три метра. Кому-то огромные такие большие женщины. У всех разный тип красоты. И здесь мужчина ищет женщину, которая сексуально его привлекает, и которая будет ему действительно опорой и другом. С которой вместе можно всё делать. Вместе. Что ещё вам готовят высшие силы? А высшие силы многим готовят действительно семью. Умение советоваться с семьёй, умение советоваться с людьми. И действительно, здесь будет что-то в сфере семьи, в сфере вашего рода, ещё где-то. Потому что у всех по-разному проигрываться. Вот, знаете, изменения очень большие. Кто-то, наоборот, уйдёт из семьи. Отрежет от себя вот эти догмы и обычаи. А кто-то, наоборот, пересмотрит. Потому что здесь идёт семья. Что вам готовят высшие силы? Некоторым готовят переезд или изменения в работе. Вообще тут изменения и в любовной сфере, и в работе. Вот, знаете, идёт так расклад, что как-то и деньги, и любовь в одном флаконе. Что вам готовят высшие силы? Что вам нужно будет действительно убрать все догмы, которые у вас есть. Убрать всё прошлое. Победить это прошлое. Как Гераков победил льва. Что вам готовят ещё высшие силы? Будем смотреть по-другому. Ещё будем смотреть. Что вам ещё готовят? Хороший расклад. Плохих карт не вижу. Ну, вначале вот было, но это прошлое. Это выпало прошлое. Которое надо отрезать. Всё прошлое – это гнильё. Как в могиле с червяками. Это надо отрезать, его больше нет. Оно никогда не сможет обратно явиться. Что ещё вам готовят? Ну, давайте посмотрим, а что вам готовят, например... Вот начнём. Хорошо, всем нужно про любовь. Давайте посмотрим, что про любовь в личной сфере. Оно вам даёт силу. Вы у нас сильная женщина. Мужчину, ясные дела. Который знает, что такое деньги. Да? Вот, знаете, вот в личной сфере, кто смотрит, в личной сфере, девочки, новый мужчина на пороге. Или появляется мужчина, который хорошо уже стоит на ногах. Которому нужна женщина-императрица, женщина-силы, которая будет его поднимать и по карьере, и везде. Не просто его тянуть, как за верёвочку, а давать ему эту энергию. И вот, знаете, ему нужна женщина-силы, чтобы на равных. И ему нужна женщина действительно сильная. Не просто какая-то нюня, которая будет сидеть, и ишенки дома готовить. Нет, ему нужна женщина, которая будет и соратница, и коллега, и в постели, и в бизнесе. Которая может советовать ему, как поступать, что делать. Которая вместе с ним садится за стол переговоров и решает этого мужчину точно так же. Так, тут тогда женщина появляется силой. Так, что ещё выше силой? Мы по любовь смотрим. Ну да, мужчина такой, который, может быть, немножко холодный будет казаться, но который умеет разгребсти тучи своими руками. Тут очень интересный мужчина выходит. Ну тут идёт в любовной сфере, вот я спросила, тут идёт любовь, налаженный быт, семейные отношения или совместное проживание. Тут идёт новый человек. Может быть, у вас уже он появился. И этот мужчина, он такой, знаете, может быть, где-то холодный, может быть, где-то расчётливый, может быть, где-то жадноватый. Но жадноватый не в том смысле, что жадный. Просто когда вы скажете, ой, я так хочу норковую шубку, а он скажет, подожди, нам сейчас нужно с тобой купить две кровати для детей одежду в школу, а потом уже про шубку поговорим ближе к зиме. Вот он такой, он расчётливый. Не жадноватый, а так расчётливый. Не надо бросать деньги на ветер. Он умеет разгрести сложности, которые перед ним возникают. Он умеет дать отпор. И он умеет дать отпор за свою семью. Вот это очень важно, за свою семью, за свой очаг. Мужчина с прошлым. У мужчины в прошлом что-то было, и тоже ему, в общем-то... Он ищет женщину настоящего. Не женщину-стервозу, которая будет с ним играть. Ты должен, ты должен, ты должен. Он уже такой нахлебался. Что высшие силы вам готовят в сфере, например, карьеры, работы? Будем смотреть это. Тут у некоторых действительно надо будет решать вопрос кому-то. Да. Тут идёт у многих идёт смена чего-то, да. И нужно будет... Прямо как искушение дьявола. У вас будут какие-то предложения по поводу денег. Может быть, скажут, ой, давай в сетевой маркетинг. Ой, давай там вот биткоин и ещё что-то. Будьте осторожны. Потому что здесь по лезвию бритвы. Тут будет вас искушать дьявол. У вас идёт... И у некоторых идёт смена работы. Могут предлагать, но будьте осторожны. Скажут, например, будем платить 2000 долларов, а на самом деле окажется, что контракт вы подпишете на 300 долларов, а остальные премии, которые никто вообще никогда в жизни не видел. Тут искушение идёт. Будьте осторожны. По поводу работы мы спрашиваем. Работы, бизнеса. У каждого своё. У кого-то бизнес. То есть это договора какие-то, предложения. Тут предложения, о которых надо 33 раза подумать. Будут обещать золотого тельца, а получите ничего. Да. Вот видите, что идёт. То есть кто хочет на данный момент поменять работу, подождите, не время. Чуть-чуть подождите, пока вы переживаете. Потому что если вы вот здесь примите предложение, потом вы будете страдать и плакать. Да, страдать и плакать. И потом будете, возможно, кто-то будет обращаться. Почистите меня, поменяйте что-нибудь. Тут действительно идёт вот осторожность, осторожность. Пока не время. Подождите. Хорошо, если вы не примете вот это предложение, которое как золотой телец на вас, что будет тогда? Что вам тогда высшие силы предложат? А тогда они вам предложат новый путь. Будьте осторожны с какими-то непонятными договорами или предложениями. Это иллюзия. Да. Обдумайте всё, потому что это иллюзия. А потом примите решение. Кто собирается на новую работу, то мужчина там будет, ну, или начальник отдела, или начальник директора предприятия. Мужчина. Вот не соглашайтесь на авантюры, соглашайтесь на что-то очень-очень основное. И решение принимать нужно будет только вам. Решение принимать только вам. И вот где будет начальник мужчина, и где будет стабильно вот как-то, вот такое, что, ой, правда, там столько, обещали, там не будет. А вот где-то будет стабильность, может быть, сразу не очень много денег, или, например, в бизнесе не сразу придёт огромная прибыль, но тут монета к монете, монета к монете, и по лестнице вверх. Вот видите, и добиваться вы будете сами. Вы молодец будете. О, видите, перевернула колоду. Фортуна. Поэтому именно как по колесу фортуны, то вверх, то вниз, на авантюры соглашаться нельзя. Если вы выберете правильный вариант, а правильный вариант какая-то уравновешенность, стабильность, то есть чётко вам скажут, что и чего вам делать, а не просто так. Вот ты вложи 10 долларов, и получишь сразу 200 долларов. И это всё обман. Вы получите один раз эти 200 долларов, а потом у вас заберут 2000 долларов. Будьте осторожны. Это по работе мы спросили. Так, что вообще ждёт в отношении с людьми? Что у вас, вот что ждать в отношении с людьми? Именно вот отношения между людьми. Это не любовь, а просто между людьми. Ой, знаете, тут вот кто женщины смотрит, мне просто ближе, я как женщина смотрю. Знаете, вот у вас в жизни было, вы всем доверяете. Или доверяли. А теперь вы по-другому стали смотреть на жизнь. И вы даже с закрытыми глазами найдёте дорогу. Даже если вам завязать глаза, и вы не знаете, куда идти, но вы пойдёте. Понимаете, вы окрепли, вы стали уже сами, как император. Сами такой силой. Сила. Вы сами можете вершить судьбу. В отношениях с людьми, да, тут идёт холодность, не доверять. Не доверять. Вот, понимаете, вот видите, было в жизни такое разрушение тяжёлое от людей. И вот, понимаете, вот это вот разрушение, которое произошло у вас, вот вначале я говорила, вы стали снежной королевой, вы стали женщиной, которая врагов просто разрубит, мячом. Женщина, которая доверять не будет уже просто так. Я как раз вам говорю, не надо помогать людям, если они вас не просят. Не просят, сидите ровно. Не надо помогать людям деньгами, если вы видите, там есть какие-то неимущие. Помогать можно только продуктами и вещами. Всё. Потому что деньги эти люди истратят не по назначению. Бабушке дали денюжку, а бабушка пошла, а внучку, которая ничего не делает, не работает, отдала. Понятно? То есть смысл поймите. Потому что здесь у вас после переосмысления идёт праздник. Вы не очерствеете душой. Вы просто будете знать, что не надо помогать, кого кто не просит, а надо просто дарить любовь. Чувство. Вот видите, дарить любовь. Вы научитесь просто дарить любовь. Излучать свет. И люди к вам потянутся. И вы станете вот такой сильной. Ещё что вам готовят? Это соседи, это просто общество, это люди. Понимаете, вы перестанете быть жертвой. Вот как вы перестанете вот это вот... Ой, я такая добрая, наивная. Вот как вы станете просто излучать любовь, вы перестанете быть жертвой. Излучать любовь, это не значит, что всем подряд помогать, из вас должны все соки вытащить. Да, вы научитесь... Вот в отношении с людьми вы научитесь ценить свои деньги и просто так по ветру их никому не дадите. Что ещё? Ну да, прошлое, конечно, даёт вам. Понимаете, если вы будете возвращаться к прошлому, так же наивно всё воспринимать, всем всё рассказывать, на вас будут лицы, люди будут с завистью. Понимаете, кто с завистью, кто с какой-то злостью. Люди не понимают чужую боль. в основном. То всё придёт на круги своя, запомните. То есть вам нужно, вот вам высшие силы говорят, прекрати доверять, а научись просто излучать любовь, радоваться и улыбаться. Если вы будете опять продолжать так же, кто вот так делал, наивностью своей, он говорит, ой, это добрая, такая пушистая, это вам обернётся разбитым сердцем, и вас опять по голове просто этими же кинжалами будут бить. Давайте посмотрим просто, вот мы посмотрели на любовь, тут интересно, как вышло, что у многих появится новый мужчина или новый соратник по работе. А давайте посмотрим, вот вообще, что такое вот, что вот советуют вам высшие силы, какой бы. Тут вот совет один есть. И что ещё советуют вам высшие силы? Беречь своё нажитое. Да. Что советуют вам высшие силы? Всё, что вы зарабатываете сами, своим трудом, всё должны в большом сундуке держать. Беречь должны. И вот переосмыслить вообще отношение к деньгам. Деньги не зло. Деньги – это такая целостность. И вот то предназначение, которое вы должны найти и этим заниматься, и вот за эту целостность, которую вы будете давать миру, вам мир будет давать, материальные блага, вы переосмыслите. Вот какие вам дают советы. А если вы не переосмыслить? Вот тут видите, карта же смерти. А карта смерти – это не смерть. Карта смерти – это трансформация, переосмысление. У вас должно, вот совет вас, переосмыслите, что такое деньги, что такое материальное. Это не зло. Это то, в чём мы живём. Мы живём в материальном мире. Если вы не пересмотрите, то к вам перестанут приходить деньги. Если вы будете расточать себя на других людей, как вы говорите, я всем помогаю, вы просто будете ни с чем. Вот что советуют силы. И что они ещё вам советуют, высшие силы? Уметь сопротивляться и научиться говорить «да» и «нет». Научиться говорить «нет». Научиться говорить «нет», и тогда монеты начнут идти к вам рекой. Понятно? Вот спрашивали, начали про любовь, называется, а закончилось тем, что мы живём в материальном мире, и именно материальные блага дают радость жизни. Они дают и свободу, они дают обучение, они дают вкусную еду. Всё это в материальном мире. Мы пока живём на планете Земля материальной. Миром пока правят деньги. И энергия денег – это очень сильная энергия. Где деньги, там и любовь. Где любовь, там деньги. По-другому не бывает. Вы можете мне говорить противоречие, а я вам говорю истину уже, как гипноэзотерик. Энергия денег равна энергии любви. Они друг друга поддерживают. Женщина в семье даёт энергию, денег для мужчины, и он начинает подниматься по карьере. Та женщина, которая всё время жужжит, ты должен, ты должен, ты мало зарабатываешь, сама дома сидит, ничего не делает. Ой, я за детьми смотрю, там детям уже одному 16, а другому уже 20. Она всё с детьми сидит. Посидели в декрете, пошли работать, помогать тоже своей семье. Иметь специальность, иметь всегда опору. Вот это вам говорят высшие силы. Вот сегодня такой расклад, ну вот знаете, перевернула колоду, вам тяжело. На данный момент ещё очень много чего тяжёлого надо вынести, но у вас хватит сил всё это вынести. Ну раз эта колода перевернулась, перевернулась, то мы ещё карту достанем. Карту достанем. Надо увидеть, что, увидеть, что не всё так плохо, а хорошо, и деньги к вам пойдут. И, вот видите, здесь надо не отвергать, и энергию любви не отвергать, и энергию денег. Вот понимаете, выпила на фиг карту, тут всё очень понятно. Не отвергать ни энергию любви, ни энергию денег. Любовь – это не только отношения между мужчиной и женщиной. Любовь – это общение между людьми, любить людей, какие они, вот они ходят, есть, да, разные. Когда вы, врага, не уничтожаете, кто-то ведь всегда есть, кто-то мешает там в жизни, а вы его откупаете, как бы, вы мысленно дарите ему подарки, и он перестаёт на вас обращать внимание, вдруг он стал тоже добродушный, мысленно, с радостью. Дорогие подарки, там кольца, конфеты какие-то дорогие, всё такое дорогое, вы мысленно дарите. И видите, когда получает он подарки, он вам улыбается. Мысленно. Это такие вот методики, они очень хорошо помогают. Вот такой вот был расклад. Кому интересно, это будущее, или у кого-то уже, вот прям чуть-чуть, прям уже недавнее, настоящее, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, проверяйте свои колокольчики, уведомления. Желаю всем огромных-огромных материальных благ, радости в семье, чтобы дети, у кого есть дети, получили образование, чтобы в доме вашем всегда царили улыбки и обнимашки. Женщины, обращаюсь к вам, мы в доме выдержим этот очаг, вот эти улыбки и обнимашки. Пока-пока, с вами была Вивьена, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok,